МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взрывные маневры в Житомирской области, где проходит военное учение. Снаряд разорвался вблизи жилого сектора. Судебно-домашнее дело. Как избежать ответственности за миллионный налоговый долг? Снезвычайная ситуация в Измаиле, Одесской области. Причина кишечная инфекция пока неизвестного происхождения. Число заболевших превысило уже две сотни. Как город справляется с эпидемией? И первые выводы врачей в сюжете Андрея Анастасова. Тошнота, высокая температура, диарея. С такими симптомами в больнице Измаила обратились уже 222 человека. Половина из них дети. Власти подозревают, что причина эпидемии. Прошедшие на днях мощные ливни. Дескать, были затоплены могильники. И оттуда инфекция могла попасть в колодцы в частном секторе. Сейчас в городе объявлена чрезвычайная ситуация. Коммунальщики в экстренном порядке хлорируют питьевую воду. Если будут поступать новые пациенты, их разместят в школах. Там уже готовят койко-места. Закрытые кафе и рестораны. Закрыть все рынки. Я прошу милицию, управление экономики. Значит, все временные места торговли закрыть. В корректной форме, пожалуйста, объясняйте жителям города Измаила, что сегодня не рыбачить, не находиться там нельзя. В садике принимаем решение карантин до особого распоряжения. Что касается предварительных выводов специалистов, то бактериальный посев не обнаружил источника заражения. Врачи предполагают, что речь идет о вирусной инфекции. Правда, какой именно вирус стал причиной заражения, будет известно уже завтра, когда в Одесской лаборатории проведут анализы. На вопрос, почему среди заболевших много детей, медики отвечают так. Потому что они не сталкивались с этой инфекцией. Все мы взрослые, мы как бы уже перенесли, у нас уже есть какой-либо иммунитет. А дети будут сейчас поступать еще. Впрочем, власти Измаила говорят, что в городе есть запас и лекарств, и денег для борьбы с недугом. Полиция тем временем уже взялась за расследование измаильского ЧП. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Ошибка артиллериста. В Житомирской области снаряд из полигона залетела в соседнее село. Есть ли пострадавшая? И что известно о причинах взрыва? В репортаже Ярослава Кречко. Недостроенный мост через реку Тетерев стоит, но часть его бетонной опоры обрушилась в воду. Сначала свист, а потом мощный взрыв. Вчера слышала все село. Чули грохит, бачили, как вода поднялась, тут все заляло. А потом сказали, что прилетело. Это счастье до нас. Это просто хорошо, что он не на трассу упал. Как раз тут дети, все гуляют возле магазина, машины стоят, транспорт, автобусы. Сотню метров правее или левее и жертв, говорят люди, не избежать. Совсем рядом детский сад и жилые дома. Чудом никто не пострадал. Сразу после инцидента в село съехались военные прокуроры, взрывотехники и полиция. Эксперты выбухотехники выявили и вылечили металовые уламки, которые, наверное, от снаряда калибра 122 мм. В вооруженных силах и военной прокуратуре с выводами не спешат. Осколков специалисты якобы не нашли, поэтому в официальных сообщениях снаряд называют неизвестным взрывным устройством. Плановые учения артиллеристов не отрицают, но, уверяют военные, проходят они по всем правилам безопасности. А местные жители после вчерашнего взрыва все больше возмущены опасным соседством. По прямой от села до территории полигона немногим более пяти километров. Так стреляешь, у него расстегла граждан в хатах. Что же не делать, живешь как на войне. Не должны полигоны находиться вблизи поселений. Это однозначно. Ну и, конечно, нужно жестче наказывать тех, которые так поступают. Почему снаряд с полигона залетел в село? Или речь идет о неизвестном взрывном устройстве? Теперь слово за следователями военной прокуратуры. На сам полигон въезд для журналистов закрыт, по словам местных жителей. Сразу после инцидента учения приостановили. И даже сегодня по звукам вокруг слышно, там не стреляют. Ярослав Кричко, Евгений Каминский. Подробности, телеканал Интер. Президент сегодня побывал в учебном центре по подготовке военнослужащих нацгвардии в селе Старое Киевской области. Вручил награды нацгвардейцам, участвовавшим в боях под Семеновка и в освобождении Славянска 2014. Пять бойцов получили ордена за мужество, третьей степени, еще десять медалей за воинскую службу Украине. Мне приятно, как военнослужащий, что в бригаде старшина ставит вопрос, дозвольте повернуться на фронт. Дозвольте взяти участь в боевых действиях. И, несмотря на то, что национальная гвардия имеет, соответственно, до закона, иную задачу, мы сделаем возможность для того, чтобы бойцы национальной гвардии прошли, если бы так можно сказать, обкатку боя. Впрочем, президент напомнил нацгвардейцам, что помимо событий на Донбассе, перед Украиной стоят и другие вызовы. Враг пытается дестабилизировать ситуацию в разных регионах страны. Силовики предотвратили уже около 300 терактов. Поэтому правоохранители должны все время быть на чеку. Шахту Бутовка. Каждый день противник обстреливает из тяжелого вооружения. Более того, огонь ведут практически постоянно. Руслан Смещук побывал сегодня там и видел, в каких условиях наши военные обороняют эти позиции. Смотрите далее. На Бутовку мы заезжаем, едва стрельба утихает на 10 минут. Екать нужно быстро, дорога простреливается. Ну смотри, он прямо перед тобой уже все прорезлить не это. Вчера оттуда у снайдера работал. С одной стороны. С второй с зеленкой. Между позициями на шахте перемещаться тоже нужно быстро. Перебежками. Давай бегом, 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 бегом здесь. Боевики для обстрелов Бутовки снарядов не жалеют. Утюжили 150 двойки, 120-ки, Савушка работала. Танчик под шумок. С момента нашего последнего приезда на эти позиции, боевики еще больше разрушили шахту артиллерийскими снарядами и минами. В стенах, в бетонных перекрытиях и потолке повсюду дыры. В таких условиях украинские военные раз за разом отбивают атаки противника. Это 120, это ориентировочно 150. Там ориентировочно 120-150. Меньше такой разрушительной силы не будет. Есть и совсем свежие, как их тут называют, прилеты. Среди ночи был обстрел, около 30 мин, снаряды пало на нашу шахту. Периодически встречаются несработавшие снаряды. Вот там мы наблюдаем 122 миллиметра, где взорвался боеприпас. Время от времени сюда подходят и диверсанты противника. Тогда бой идет совсем на коротке. Иногда на расстоянии 20 метров. После последнего залпа САУ прошло где-то минута-две. Подошли вплотную и начали стрелять. Мы заметили их, начали по ним, а не по нам. Вскоре начинается бой. Работает снайпер противника. Нас эвакуируют. А это уже село Опытное. Ему тоже достается. На днях боевки обстреляли его из минометов. 120-ка. Заборонено. Около 15 штук сюда залетело. Ну, конкретно, какие-то, было 50 на 50. Было половина 82-ка, половина было 120-ка. Местных жителей тут осталось очень мало. Остальные периодически наведаются в разбитое село. У Сопы, в Абдиевке там человек 100 живут. Все вот. И каждый день, через день сюда ездим. Мы не мотаемся сюда, потому что мы здесь родились. Вишни вот рвем сейчас. Люди стараются управиться до наступления вечера. С началом сумерок чаще всего начинаются обстрелы. Руслан Смещук, Андрей Костюк и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Арестован бывший замглавы «Нафтогаз» Александр Коцуба, сын нынешнего нардепа от группы «Ведро» от женя Владимира Коцубы. Сообщение об этом появилось на сайте ГПУ. Тут же видео заседание Голосеевского райсуда Киева. Прокурор попросил судей избрать меру пресечения два месяца в сезон. Но если кто-то внесет за него залог в 450 миллионов гривен, Коцубу выпустят. Подозревают бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением. В ГПУ объясняют, что речь о компании «Газ Украина-2020», которая входила в группу олигарха Сергея Курченко. В частности, когда Коцуба возглавлял «Нафтогаз», эта фирма якобы была причастна к хищению бензина «Нафтогаза» на полмиллиарда гривен. И сегодня же соломинский райсуд столицы взял под арест Валерия Песнова. За решеткой он проведет два месяца. Песны фигурирует в другом газовом деле, связанном и с нардепом Александром Онищенко. Песнова еще 10 человек, среди которых и Онищенко подозревают в расхищении госимущества. В ГПУ утверждают, что они нанесли государству ущерб на 3 миллиарда гривен. По решению суда Песнова могут выпустить под залог миллион гривен. Обвинение наставило на другой сумме – полтора миллиарда гривен, поэтому намерено оспаривать решение о размере залога. Правосудие для своих. Ивана Франковская, судью, уличили в том, что она взяла на рассмотрение дела своего отца и сумела все замять. Грозит ли что-то за это суде, выясняли мои коллеги. Ивана Франковская, окружной админсуд. На прошлой неделе здесь были сотрудники СБУ. Расследовали действия судей Оксаны Лучко. Но судья взялась за дело и вынесла решение в пользу своего отца, директора строительной фирмы. Городское управление Пенсионного фонда требовало, чтобы он оплатил налоги на миллион гривен. Иск его дочь отклонила, оставив без рассмотрения. Свой вердикт пока не комментирует. Я пребываю на учебнике в школе судей. Если я уже приеду, буду на следующий неделю на работе, я думаю, что мы с вами сможем встретиться. Я дам ответ на все ваши вопросы. А вот активисты уверены, иск против отца не случайно попал к Оксане Лучко. Мы сейчас поставили вопрос о отключении автоматизированной системы. Мы считаем, что она могла совершить злоуживание. За коллегу в суде вступились. Говорят, вмешательство в автоматизированную систему, распределяющую дела между судьями, невозможно. Выбор судей совершенствует в порядке случайности, то есть числа тех судей, которые имеют полноважение на момент распределения дела. Чтобы остранить Оксану Лучко от должности, нет законных оснований, объясняют в суде. По закону судей парламент избирает бессрочно. Она совершает свои полноважения, оскільки, відповідно до законодавства, в стороне не відпосады, совершается только в случае притягнення до криминальной відповідальности. Дело Лучко уже передали в городской суд. В ее действиях усмотрели признаки коррупции. Если судью признают виновной, самое большее, что и грозит, это штраф до 10 тысяч гривен. А вот увольнение возможно, если после вердикта дело через высшую квалификационную комиссию, в Совет Юстиции и Верховную Раду доведут до президента, и тот подпишет указ. Ольга Иванченко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Ивана Франковск. Полиция Бельгии задержала 12 подозреваемых в подготовке терактов. Рейды провели в 16 городах. Всего под подозрением было более 40 человек. За ними несколько дней велась слежка. Ни взрывчатки, ни оружия полиция не обнаружила. Премьер Бельгии заявил, что меры безопасности будут усилены. Совет Безопасности и другие спецслужбы предельно внимательны. Проводят мониторинг ситуации каждый час. Мы и дальше будем вести решительную борьбу с экстремизмом, радикализмом и терроризмом. Президент Шабарак Обама призывает Конгресс ограничить доступ американцев к оружию. Это позволит избежать повторения событий в Орландо. Я напомню, теракт унес жизни 49 человек. В то же время появляются новые данные о ходе расследования. Все подробности у нашего собственного корреспондента в США Тихона Дзятко. Президент Барак Обама выступал с традиционным еженедельным обращением к нации. Тема очевидна. Трагедия в Орландо. Обама, которому за два президентских срока приходилось около 20 раз выступать с заявлениями по поводу массовых расстрелов, в очередной раз говорит, следует ограничить доступ к огнестрельному оружию. Доступ к оружию слишком простой. Это недопустимо. И даже после того, как мы видим родителей, скорбящих о своих детях, мы не делаем ничего, чтобы предотвратить следующее горе. Бездействие непростительно. О необходимости ограничить доступ к оружию в связи с терактом в гей-клубе Пульс Обама говорит не впервые. В четверг он был в Орландо, встретился с родственниками жертв и выступил с речью. Теракт потряс всю Америку. Настолько, что даже республиканцы в Конгрессе, которые традиционно выступают против ограничений в доступе к оружию, признают, это необходимо. После многочасовых словесных баталий с демократами в Палате представителей, они согласились передать в Сенат законопроект, который запрещает покупать оружие людям из черного списка ФБР. Дело в том, что Амара Матина, устроившего бойню в Орландо, дважды допрашивали ФБР, но это не помешало ему купить полуавтоматическую винтовку. Владелец магазина, где Матин первоначально пытался приобрести оружие, сообщал об этом также ФБР. Но на этом все и закончилось. Впрочем, многие в Америке по-прежнему считают, что проблема в обратном. Дескать, если бы посетители клуба были вооружены, они бы ответили стрелку. И несмотря на то, что Флорида, где произошел теракт, самый либеральный штат по части доступа к оружию, и это не помешало стрельбе, они стоят на своем. Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности Американское бюро Телеканал Интер. В зоне АТО за минувшие сутки пятеро бойцов получили ранения. На Мариупольском направлении украинских военных больше всего обстреливают в районе Марьинки. Не прекращаются огони возле Коминтерного. Подробнее Александр Пантелеймонов. Круглосуточно этот крайний блокпост перед Коминтерного под наблюдением вражеского снайпера с хорошей оптикой и мощной винтовкой. Из-за укрытий лучше не высовываться. Сбоку сепаратистов есть захит висковослужбовцев Российской Федерации и самая разведывательная спецназа. Он действует на напрямку от Широкина до Павлополя. В средствах противник себя не ограничивает. Когда хотят, боевики запросто используют и запрещенные минометы. В вечернее время обстреливают каждый день. Минометы, РПГ, АГС, стрелковые пулеметы. Противник стреляет, когда вздумается, говорят военные. Боевики просто выбирают какую-то цель и пытаются попасть в нее, например, с гранатомета. В ночное время уже под темноте тоже РПГ кидали сюда. Прямо на блокпост. Слава Богу, все обошлось. Ну, вот РПГ на угол прилетело. Второе прямо на крыше. Хоть как-то отвлечься от этого ребятам помогает фронтовая кошка по кличке Дымок. Недавно привела семерых котят. Теперь ребята ломают голову. Куда девать пополнение? Больше чем полгода, уже месяца 8 она с нами. Эта кошка, оглохшая от выстрелов, разрывов. При обстрелах котят заносила отсюда с блокпоста, в блиндаж относила. И шел обстрел, она в зубах переносила всех потихонечку туда. Отвлечься от ужасов войны помогает бойцам и поддержка близких. Говорят, очень важно знать, что те, кого ты защищаешь, ценят это. Александр Пантелеймонов, Максим Чеблин и Николай Кендратенко. Подробности телеканал Интер. Днепр готовится к промежуточным парламентским выборам. Они пройдут на округе номер 27 17 июля. Билбордами увешан весь город, палатки кандидатов на каждом шагу и, похоже, грязные игры уже начались. Подробнее материал наших корреспондентов. 27-й избирательный округ охватывает почти весь центр города. Около 140 тысяч избирателей. Явка там традиционно одна из самых высоких. От кандидатов избиратели ждут решения конкретных проблем. Самое примитивное, что бы хотелось, дороги во дворах. От дорог и снижения цен до элементарного наведения порядка. Благоустраивать район. Развивать его. Кандидатов уже зарегистрировано больше 20. Билборды пестрят обещаниями и сулят золотые горы. Но эксперты считают, предпочтения избирателей изменились. Если мы посмотрим на прошлые выборы, то мы можем увидеть, что побеждали у нас кандидаты, которые могли запомниться скандалами. Кандидаты, которые могли запомниться какими-то необычными поступками. Я думаю, главным будет то, насколько кандидат известен. И известен в первую очередь конкретными практическими делами. Предвыборная кампания только началась и уже громкие заявления. В ЦИК зарегистрировали сразу несколько однофамильцев кандидата за гида Краснова. Причем двое полные тезки. Вот только этих людей в городе никто не знает. Их место прописки – то Киев, то Кривой Рог. Сам Краснов уверен, оппоненты развернули против него грязную кампанию. Если власть сегодня использует против меня четырех или трех клонов, то значит, я на правильном пути. Я уверен, что на поводке людей вести у власти не получится 17 июля на выборы. Я уверен, что народ сделает 17 июля осознанный, правильный выбор. И мы победим. Эксперты считают, появление клонов – это попытка оттянуть голоса у загида Краснова. Бизнесмен, меценат – в местной политике много лет. Долгое время занимается решением коммунальных проблем многоэтажек. А этой весной лоббировал в Горсовете ежемесячные муниципальные надбавки для бюджетников города. Его называют единым оппозиционным кандидатом. И у него высокий рейтинг. Когда у кандидата есть четкая принципиальная позиция, он, естественно, становится мишенью для очень резких атак со стороны оппонента. До этого они стали Дартами-Вейдерами, сегодня они становятся двойниками загида Краснова. Через месяц-другой они могут стать еще кем-то. Интересен и заметен факт о том, что новые, очередные новые паспорта эти люди получили в одном и том же райотделе с личной милицией в один и тот же день. Чудеса предвыборной эквилибристики в городе только начались. Попадутся ли на этот крючок горожане и какой будет явка избирателей? Ведь впервые выборы назначены на середину лета, когда полгорода уезжает на отдых. Не исключено, и это сыграет свою роль. Катерина Марченко, Юрий Красновский, телеканал Интер, Днепр. Черкасский клуб водоамоторного спорта не может участвовать в международных соревнованиях, а все из-за банальной кражи. Подробнее об этом наши корреспонденты. Это медали международных соревнований семьи юниорки Карины Лысенко. Большинство завоевала девочка, хотя водоамоторным спортом занимается только 4 года. Однако следующие гонки могут пройти без нее. Украли три моих мотора. Один из них, который еще не был на воде. Это ГТ-15. Мы купили еще на международных соревнованиях. Пять спортивных моторов и резиновую лодку у черкасского клуба водоамоторников украли на этой неделе. Двигатели просто вырвали из скутеров. Злоумышленники взломали замки только на тех гаражах, где находилось имущество гонщиков. После кражи клуб вывозит с базы все ценное. Стоимость похищенного больше 10 тысяч долларов. Спортсмены уверены, кража связана с конфликтом, который возник с владельцем водной станции. Это областное общество содействия обороне Украины, которое в мае решило увеличить для гонщиков арендную плату. Сейчас обслуживающую лодку забираем, чтобы она не ушла. Это прессинг, прямой наглый прессинг. Мы всю жизнь мешали своим спортом здесь сдать эти помещения в аренду. Кража произошла на смене этого охранника. Как ломали замки и выносили моторы, говорит, не слышал и не видел. Хотя из окна сторожки эллинги как на ладони. На меня все лишено. Это моя думка, что они забрали, вывезли, а потом пришли, замки поломали, и сторож теперь получается самый меньше. В полиции не исключают, что работники общества содействия обороне Украины действительно причастны к краже. Говорят, моторы украли между 9 и 10 часами вечера, когда на улице еще светло. В связи с представителями владельцев водной станции не удалось. Прояснить обстоятельства кражи может видео с камер наблюдения соседнего яхт-клуба. Спортсмены надеются, что полиция найдет двигатели. Ведь международные соревнования уже через месяц. А без юниорской команды гонщики представлять Украину не смогут. Елена Механик, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интерчеркассы. Космический корабль «Союз» с экипажем на борту успешно приземлился в Казахстане. Британец Тим Пик, американец Тимоти Копра и россиянин Юрий Меленченко полгода проработали на МКС. В этой экспедиции британский астронавт впервые вышел в открытый космос. Тим Пик также дистанционно управлял с орбиты роботом на Марсе. В Центре управления полетами успешное приземление команды встретили аплодисментами. За что бывший президент Египта получил пожизненный срок? В Сеуле определили самого лучшего в ничего не делании. И почему английские болельщики за свои же деньги готовы отправить домой игрока собственной сборной? Смотрите в обзоре. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси получил пожизненный срок. Суд признал его виновным в шпионаже в пользу Катара. Такое же наказание понесут два ближайших соратника бывшего президента. Еще шесть подсудимых по делу шпионажа, в том числе трое журналистов, приговорены к смертной казни. Мурси состоял в организации братьев-мусульман. Позже ее признали террористической. Братья передавали Катару информацию об армии Египта и ее бюджете. Английские болельщики собирают деньги на авиабилет для игрока своей сборной Рахима Стерлинга. Хотят срочно вернуть футболиста домой, в Англию. Фаны разгневаны тем, что Стерлинг не забил ни одного гола на евро, да и вообще играл плохо. Считают его присутствие на турнире во Франции бесполезным. На одном из сайтов создали страничку для сбора средств. Всего за несколько часов на счет поступило 430 долларов. Чемпионат по ничего не деланию прошел в Южной Корее. 70 его участникам запрещались любые действия. Главное не заглядывать в смартфон. А еще запрещено дремать, смотреть на часы и даже смеяться. Участникам регулярно измеряли сердцебиение. Так и определили победителя. Им стал рэпер Шин Хё Соб. Пульс парня был самым спокойным. Чемпионатом организаторы хотели отвлечь молодежь от смартфонов. Пальто Леди Ди ушло с молотка за 13 тысяч долларов. В этом бирюзовом наряде принцесса Диана посещала Венецию еще в 1985 году. Пальто из шерсти скроила любимый дизайнер Дианы Кэтрин Уолкер. Леди Ди щеголяла в модной одежке по Венеции в компании мужа принца Чарльза. Тогда в 80-х даже требовательная итальянская публика оценила стиль британки. В Индии мужчина умер сразу же после просмотра фильма в кинотеатре. 65-летний любитель кино пошел на сеанс ужасов «Заклятие-2». Во время ключевого эпизода хоррора пожаловался на боль в сердце, а затем и вовсе потерял сознание. Когда зрителя доставили в больницу, там констатировали смерть. Медики уверены, от накала сюжета у пожилого киномана не выдержало сердце. Гениальное изобретение для спокойного отдыха на пляже представили в Великобритании. Емкость, в которой можно безопасно хранить ценные вещи, когда расслабляешься на берегу моря. Красная чаша с резьбой буквально вкручивается в песок. Поверх нее можно постелить полотенце. Внутрь сложить смартфон, лаптоп, кошелек, ключи и деньги. А сверху еще и улечься на подушке. Изобретение рассчитано на то, что пляжные воришки даже не подберутся к личным вещам. Продолжение допингового скандала. Как в Москве отреагировали на громкое расследование немецких журналистов? И кому может грозить в срок? Данил Русаков подробнее. Главное следственное управление Следственного комитета обвинило бывшего главу московской антидопинговой лаборатории Григория Радченкова в злоупотреблении служебными полномочиями. Такое сообщение ведомство разместило на своем сайте. В эфире немецкого телеканала Радченков сообщил, что подмешивал допинг в напитки для российских спортсменов. Все это происходило во время Олимпиады в Сочи. Сам Радченков для следствия Басманного суда сейчас недоступен. Больше полугода назад он эмигрировал в Америку. Там сейчас и находится. Возвращаться обратно в Москву не спешит. С заявлением по результатам допинг-скандала выступил и местный министр спорта Мутко. По его словам, у российских легкоатлетов не осталось шансов на выступление на Олимпиаде в Бразилии в этом году. Такой вывод он делает, исходя из решения Международного олимпийского комитета поддержать дисквалификацию сборной федерации из-за выявленных нарушений. Данил Русаков, Олег Неледомский, Московское бюро, телеканала Интер. А штат Рио-де-Жанейро в преддверии Олимпийских игр объявил финансовое ЧП. Губернатор Франциско Дернелло заявил, что город банкрот и попросил федеральное правительство о помощи. Сейчас долги Рио превышают 6 миллиардов долларов. Многим работникам не выплачивают зарплаты. Местные власти объявили, что кризис может привести к полному коллапсу в сфере обеспечения безопасности, здравоохранения и образования. Правительство уже заявило, что выделит около миллиарда долларов. Я напомню, летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро пройдут из 5 по 21 августа по Олимпийские с 7 по 18 сентября. Игры состоятся несмотря ни на что. Да, мы на самом деле находимся в самой большой рецессии из 30-х годов. Наш губернатор объявил, что в связи с чрезвычайным положением городу выделят деньги, которые пойдут на охрану общественного порядка, транспорт и медицину. Это главные приоритеты для проведения Олимпийских игр. Океан Эльзы в Киеве. Сегодня в столице концерт культовой группы. Он должен начаться на стадионе Олимпийский уже в эти минуты. За событием следит Ольга Теребинская. Оля, тебе слово. Да, студия. Мы сейчас находимся на столичном стадионе Олимпийской. Здесь буквально через час начнется выступление самой популярной украинской группы Океан Эльзы. У музыкантов сейчас проходит мировой тур в поддержку 9-го альбома. Техническая подготовка очень серьезная. Здесь около 30 фур с оборудованием для концерта. На стадионе установлено около полтора километра турникетом. Вот мы здесь уже третий час и просто поток людей не прекращается, которые пришли послушать свою любимую группу. Послушать, как и Анельзы пришли, Бакарчука послушать пришли. Чем подавляется вам церковь? Это наш герой. Это патриот Украины. Это украинская группа, самая популярная не только в Украине, но в принципе уже достигла такого популярности в мире. Очень у них такие песни, которые душу задевают. Что касается мирового тура, группы начался весной этого года. Первый концерт прошел в Мариуполе, он был бесплатным. В первой части тура выступать будут на самых больших стадионах Украины. Дальше поедут в страны Европы, Балтии, США, Канаду, Грузию и во многие другие даже очень дальние страны. Закончится тур летом с следующего года. Вот сейчас на сцене выступает украинская группа «Синоптик». В этом году на музыкальном конкурсе в Берлине ребята получили звание «Самая лучшая новая группа мира». Люди продолжают приходить. Организаторы нам рассказали, что ожидают около 85 тысяч человек. Из-за такого количества фанатов даже столичное метро сегодня продлило свою работу на целых два часа и обещали при необходимости дополнительные поезда пустить. Студия. Спасибо. На связи со студией была Ольга Теребинская. Она следит за концертом группы «Оканельзы» в Киеве. Завтра в 20.00 не пропустите итоговый выпуск подробностей недели и вот о чем мои коллеги будут вам рассказывать. Не пропустите в подробностях недели квартирный вопрос с июля новый налог на недвижимость. Я не понимаю, как жить. Придется платить даже за развалюхи. Украинцы уже ищут как обойти закон. Рейс особого назначения. Мы не знали, куда летим. Внуково-Борисполь. Маршрут свободы. Они еще не могли до конца поверить, что вот этот самолет. Как вывозили из Москвы украинских пленников эксклюзив программы. Не только ловят, но и садят. Генералы, депутаты, министры, привычный улов румынских борцов с коррупцией. Как румынам удалось побороть коррупцию? Когда мы создали антикоррупционное бюро, в него мало кто верил. И чему у них Украина может научиться? На грани развода. Хуже нет ничего, очень неопределенность. Британский референдум за или против выхода из ЕС. Прыжок в неизвестность, чем обернется для Британии выход из Евросоюза. Европа в напряжении, что дальше? Главные темы в прямом эфире в подробностях недели. Ровно 8 вечера в это воскресенье. На этом и поставим точку в сегодняшнем выпуске. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Приятного вам субботнего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова